Начало ноября, промозглая осенняя погода и очереди в билетные кассы. Картина для российского футбола, особенно в низших лигах, не то что необычная, фантастическая. Закрытие футбольного сезона для болельщиков всегда праздник. А если твоя команда уверенно идет на первом месте, праздник вдвойне. Радует то, что наконец-таки болельщики начали ходить на стадион, начали верить в нашу команду. Ну а отсюда и у ребят настроение. Чувствуется командный дух. Ребята бьются друг за друга, бьются за болельщиков. Ну кто, если не мы? Они в последнее время при новом тренере, конечно, Горбачеве очень хорошо играют, молодцы. Не ожидали после первых игр, которые мы смотрели. Мы просто не ожидали, что такое может быть. И спасибо Горбачеву, спасибо Фомичеву, спасибо команде. Последних интервью наставник брянской команды Александр Горбачев не раз обращал внимание на психологию. На игроков стало давить бремя лидерства. Появили скованность и боязнь совершить ошибку. Во многом эти внутренние проблемы и стали причиной неудачной игры с химиком. Хотя что значит неудачный? Просто в этом сезоне игроки приучили болельщиков к победам. И даже ничья с не самым слабым соперником уже воспринимается как неудача. Начали сине-белые уверенно. Несколько хороших атак и ударов. И заработанный пенальти на 18-й минуте. Сорокин с точки не промахнулся. Все вроде шло по сценарию «Динамо». Но во втором тайме гости стали слишком активны у ворот Кузнецова. По большому счету несколько раз просто прощая наших защитников за небрежность. И все же ответный гол состоялся. На 66-й минуте Тамерлан Кучиев оказался самым активным в штрафной «Динамо». 1-1. Остаток матча подопечный Александр Горбачева провели в атаке. Но химик устоял. Еще раз доказав, что является одним из самых неудобных соперников для нашей команды. Несмотря на потерянные очки, «Динамо» впервые за последние десятилетия уходит на зимнюю паузу в качестве лидера зоны «Центр». Дмитрий Кузнецов, Денис Пашков. События. Брянск.